МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас свята служба информации, телераду компании Гомелю, студии Маргариты Шибукова. Добрый день. Подписание буйных инвест-договоров у рамках международных экономических форумов, модернизация промысловых и сельско-гаспадарших предприемств, узмаснение связи с российскими регионами, открытие медицинских установ и новое вынаходничество в ученых. А доходящий 2015 год на Гомельшине был означен досягнениями в самых разных сферах. Не заявляется выключением и патриотичная тематика. Во всех районах в области прошли мероприемства, присвященные 70-ю годзю перамоги в Великой Ачинной войне. Олег Сентюроу наведал городский поселок Лоев, где селита побудовали мемориальный комплекс у гонора в звалении Беларуси от немецко-фашистских захопников. Темой докладного выучения первого этапа в звалении Беларуси подчас Великой Ачинной у Лоеве занимаются с 1983 года. Когда еще на громадских початках тут был створенный музей битвы за Днепр, ящепрос два года, и он набыл офицейный статус. Но особливо значительно эта работа активизовалась в последние годы. Когда еще в 2008-м было ведомо прикладно 7 тысяч загинувших на Лоевском плацдарме бойцов и командиров Червоной армии, то сегодня называется уже иншая и больше докладная личба – 10453. Нам помогают очень в этом материалы интернета. Такие сайты, как мемориал, подвиг народа, память народа. Они помещают документы, это списки безвозмездных потерь, это картотека военнослужащих, которые попали в плен, то есть немецкие архивы пополняются, это книги памяти. В раз 70 годов после перемоги у списей невядомых заставались навод прозвища, не которых героев Советского Союза. Небы то был таки, а як загинув, и де похованный, никто не ведая. Тем больше значной можно отличить работу, якая проведена на Гомичине. У Саковиков этого года у Абалуканками было принято решение об реконструкции центральной площади Лоева и увыковечивании памяти героев, которые форсировали Днепр и воевали на Лоевском плацдарме осенью 43-го. Бои за Лоевский плацдарм поджались 27 вересня 43-го года в районе Вёске Глушец. Непосредственно Лоев вызвали 16-го Кастричника. По сутности, это стало початком вызволения всей Беларуси. Идея бытовництва мемориального комплекса, присвеченного початку вызволения Беларуси, належить широку громадских организаций. Инициативу поднимали на районном, потом на областном узровнях. Пляцовку с военной техникой, якая ранее належала музею битвы за Днепр, значно поширили, причем колькость самой техники повеличили больше, как у двоя. Плюс реконструировали братские могилки и не один на чверть повеличили вышинью стелы у гонор воинов-возволителев. И бадай самое головное, срабили аллею героев с прозвищами усих 365 героев Советского Союза, якие воевали на Лоевском плацдарме. Для поравнания, подчас Курской битвы, якая вызначила увесь далейший ход войны, звание героев отримал 231 человек. Теперь мемориал у Лоеви – знаковое место не только для местовых жахаров. За это время, как он открылся, нас посетило очень-очень много людей из разных областей Беларуси. И все, приезжая к нам на Лоевщину, благодарили и говорили, что это просто замечательно, что история живет. На створении комплекса у гонор-возволения Беларуси от немецко-фашистских захопников працавали литерально усёй Гомичиной. Над допомогу прорисийным будовникам приходили не только местовые жахары, але и приезжали бригады доброохотных помощников з усих районов в области. Неуплошнюю чергу по этой причине работы завершили усыплые термины. Раз в три месяца тут почали проводить першые экскурсии. Старший прапорщик Хаджик Мирзикян народился у Армении, але Беларусь так само лечить свою родимую. Сегодня старшиня Лоевской районной организации ветерану войны у Афганистане разом со своими боевыми сябрами часто сустракается с молодью. И он переконанный, про 70 годов тема перемоги над фашизмом не стратила своей актуальности. А тому пободаваны всё это у Лоеве мемориальный комплекс с правопотребным и громадскозначным. А это была именно отечественная война. Война советского народа. Они поэтому шли, несмотря ни на что, положили свои головы, жизнь, не жалели крови своей. Именно защищали наши деды, прадеды, отцы, нашу советскую землю. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» Злоева. Протягиваем выпуск. Органы внутренних справ Беларуси с 31-го Снежня будут спрацовать во взмолвленном режиме. Супрацовники ДАИНа дадут особливую увагу парушальникам правилов парковки, каля месту проведения новогодних урожистостей. Традиционно такие места будут ошиблены, а увозти можно будет про специальные пункты после проверки. Дареши про то, как захавать только приемное урожение от сустречного года и не нашкодить собей новокольным сегодня поди размова в черговом выпуске программы «Назвышальная ситуация». Вы доведаетесь про беспешные поводины с небеспешными решами. Например, кольки метров повинно быть от места запуску фейерверка до жилого дома альбо школы, что робить, каля пиротехничный выров спрацовал у позаштатным режиме. И тим можно удосконалить, полепшить пиротехнику самостоянно, на свой густ. Да и в уголе, як этой забавы оцениваются скрупки гляжения истающего законодавства. Про это, так само, про головные выники работы областной службы варятования о доходящем годе, глядите у шарговым выпуску программы «Назвышайная ситуация». Сегодня у 20 годин на телеканале «Беларусь Шатыры». У гэты дни на Гомельшине протягивается масштабная святошная акция «Наши дети». До уделу долучилися и супрацовники структурных подразделений Гомельского отраду и аппарату военизованной оховой беларуской чигунки. Усяго у акции приняли удел больше за 500 работников. Огульная сумма добровольных охвирований и спонсорской допомоги склала 25 миллионов рублев. На гэты гроши были набыты сродки гигиены для выхованцев Гомельского областного дома «Детяте», для детей с поражением центральной нервовой системы и порушением психики. Тут проживая 100 малых в возрасте до 4 лет. Более 10 миллионов собрали, будем так сказать, личные средства работников и просвещенный комитет перечислил 10 миллионов в безналичном расчету на приобретение пароварочного оборудования. Супрацовники Мытни напереды дни Нового года наведали выхованцев Гомельского районного социально-педагичного центра. Сюня там знаходится 12 детей розного взросту. Минавито для их выховальниками центра имкнулись створить атмосферу каски и шарауництва. Для детей подрыхтовали костюмированное представление по мотивах каски «Снежная королева». Чтобы организовать соправдное шоу с опрацовником Мытни потребился месяц. На протягу сяго Снежни они так само рыхтовали подарунки для детей. Ёлка, конкурсы и цукерки. На взамен на дитяшую смешки и атмосферу семейного свята. Мы хотим поздравить всех наших добрых друзей, которые приезжают к нам в организацию. Пожелать им здоровья и исполнения всяческих желаний, потому что желания и мечты наших детей они осуществляют. 22-го студия не станет ведомо имя выканавца, який представит Беларусь на конкурсе «Евробашиня-2016». Песенный форум отбудется в мае в шведском Стокгольме. Выбирать удельника от нашей краины будут выключены глядаши шляхом телефонного и смс-голосования. В финал вышли 10 выканавцев и групп. У их лику гамельчанин Александр Иванов. Об творческих планах и подрыхтов сэда конкурсов выканавца рассказал журналистам подчас пресс-конференции. В 2014 году Александр стал переможцем конкурсу «5-40», который проходит главная сцена. Беларус вышел в суперфинал проекта, но его песня «Крыш и долонь» стала соправдным хитом. Сейчас Александр является артистом продюсерского центра известного российского композитора Виктора Дробыша. Идея в делу отбора на Евробачене появилась в последний момент. На то, как выбрать песню и подать заявку, было всего несколько дней. Однако, по словам артиста, ему шансовало. И все склалося добро. В конце листопада он выступил перед журой с жительстверджальной песней «Help you fly». На первого снежни стало вядомо, что Александр прошел в финал. «Да помогу тебе полететь» так название композиции переводится из английской мовы. Аутор музыки Виктор Дробыш. Слово Александр написал в соавторстве с поэтессой Мэры Апплгейт. Кончатковый вариант песни еще не готовы. Вядется работа над сценичным образом. Однако некоторые сокрыты Александр Иванов все же таки раскрыл. С самого начала песни там наступает песнопение. Оно чем-то напоминает какие-то этнические песнопения скажем так бабушкины из деревни. Сразу задает какое-то настроение какую-то атмосферу. Дальше идет современная уже музыка с какими-то синтезаторами непосредственно гитарами. Она сама по себе роковая тяжелая и массивная в то же время она легко слушается. Песню Help You Fly худко можно будет подшить у эфиры белорусских радиостанций. Александр Иванов отзначил, что выступать в финале будет под сценичным псевдонимом «Каб не блитали» с полным тезкой лидером российской группы Ронда. Будет псевдоним такой рабочее название Ivan. То есть это правильное прочтение английского имени Иван. Это понятно и для нас и для Запада. Працуя спевак в Москве, однако выступать в Беларуси ему доводилось. На творчем вечере Виктора Дробыша, который отбылся на Минске Рене у Костышнику, а так само он принимал дел у туры по Беларуси спевачки славы. Завитал он и у Гомель. Думаешь, Господи, почему я так нервничаю? Я же дома. А из-за того, что ты дома, ты нервничаешь еще больше, потому что твои родители в зале и папа музыкант, хотя и брат поддерживал на сцене в тот момент, когда я там выступал, все равно как-то волнение присутствовало, потому что люди как-то... А? Трепетное отношение. Трепетное, действительно, трепетное отношение к этому всему. Финал беларусского отбора на Евробачене отбудется 22-го студеня. Александр Иванов будет выступать под номером 7. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель. Новина региона, информацию о проектах Телерадо, компания Гомель вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова